Тех еще раз приветствую! Следующий матч Норс Ремемберс против Сиздан Биздан, карта Буря в пустыне, о чем вас извещали в чатике. Эту сторону выбирали и карту Сиздан Биздан за КД, как мы с вами видим, а следующая будет убежка. За Т, выбирали на разы, но к ней еще придем, а пока смотрим за началом раунда, Тео уже потерял очень много здоровья, он кстати сейчас без весла, играет с карабинчиком, такс, ну и куда пойдут, ну оборона закрылась, они просто раскинули хаешки, да немножко потрепали хп, ну как немножко, множко, пока как-то так, летела хаешка, вот, бросает хаешку, открывается под ним, классно, классно. Я просто в тему того, когда мне перебросают хаешку и под нее вообще ничего не делаю, вот это про это. Так, подступили чуть ближе к бете, на разы. Потихоньку готовят свою атаку, блуд на точке Б, он слушает по большей степени, твинг там смотрит через Шель, Шель, через Ша. Ну твинг пока что здесь сугубо на мониторе выхода песков, я так понимаю, далее, будет ли финальным выход команды за Норстримемберс на позиции Б плента, остается загадкой. Лол 1 хп закидывает хаешку Тео и вроде начинаются более активные действия под Б плентом, блуду все-таки удалось перед смертью найти минус на блатанта, далее размен от без шанса. И это 3 в 3 ситуация на карте, выход под мид, есть информация о смещении соперника через песок, Гринекс должен был слышать этот заход. Но пока что железо вообще не рассматривают как вектор смещения под Б плент, для себя игроки Сизден Бизден, и без шанса здесь вот, забайтили, забайтили, он потерял немного для себя позиции, куда ему смотреть, что ему делать, но Лол 1 хп здесь просто неумолим, вылетает на квадрокилл и с легкостью ретейкает Б плент. Первый раунд для Сизден Бизден. Я, кстати, ребят, не увидел сообщение, или может не писали, не знаю, про сишки в плент. Работают, не работают все еще, но я мог пропустить. Просто сейчас Элокси брал сишки, походу, для того, чтобы заминировать плент, но он их немножко оптимистично бросил просто в точку, и явно человек увидит, который будет минировать. То есть там нужно было как-то еще маскировать, кстати, ну, чуть позже, хотя тут ребята вроде бы не торопятся, я просто подумал, может быть, есть вариант как-то забросить, это будет тяжело, походу, сделать, но вот-вот прям вот самый... Вот сюда вот, ребята, вот так вот, чтобы оно было. А? Я прям спрятался под ящик, ребята, вы когда-нибудь были в таком положении? Ну, так сложно будет сделать, но, походу, можно попробовать. Просто если так закинуть, можно же вообще плент изи взрывать. Никто эту сишку вообще не найдет, если он так заедет легко. Ну, попробуйте, ребята. Садитесь другом, посмотрите. Ну, кажется, что пофиксили уже. Либо это как-то правилами урегулировано, то, что нельзя использовать подобные моменты. Не знаю, будем смотреть, будем разбираться, но пока. Здесь потеря без шанса, и этот раунд, опять же, для команды с Nord Stream Members начинается печально. Потеря одного игрока, и придется сыграть, попробовать вразмен. Сейчас они приняли решение разделиться на две группы. Одна группа атакует как раз-таки выход под верх-низ кафе, и, возможно, будут прессинговать там как-то кишку. Ну, а вторая группа пытается обрабатывать выход B. Плента под песками здесь все так же сидит Твинк, который прекрасно слышит Тео. Но пока что все довольно тихо, и под люлькой находится сейчас Блатант, который может попробовать пикнуть Блуда. Но Блуд, опять же, в очень опасной позиции на пикселе, и с этим парнем совладать будет крайне тяжело. Я бы сказал, нереально в этой точке. И идет смещение сейчас от Тео. Я думал, он свернет все-таки на мид, поможет своим тиммейтам атаковать Аплэнд. Кишка уже проходит на более контактной позиции. Гринекс выходит на перестрелку, по нему появилась информация. Либериан забайтился на своего соперника. В тупике находится еще и Лол 1хП. Либериан выходит на перестрелку, находит минус. Лол 1хП, даблкилл. Отлично, можно и до третьего добираться. Но Тео тут же уходит на позиции железа, попытается зайти в спину. Но здесь его должны будут услышать в теории. В теории. Ну и на практике тоже, потому что слишком близко он находится к многим соперникам, на самом деле. Тут Твинк услышит ДХ. Астерикс решил посмотреть, походу, что там да как там. И то его забирает, сейчас 7хП остается. Но его следующее открытие данного блуда привело к смерти. И раунду очередному для обороны. 2-0. Мои мальчики лучшие! Вперед, Пинер! Пишет Мурморизм. Мои мальчики. А ты же за Тимоху топишь. Опа. Опа. Комфликт. Но здесь потихоньку, помаленьку пока что у Сизден Бизден. Дела обстоят крайне неплохо. А вот что касается команды The Nord Stream Members, ситуация накаляется. Два раунда уже отдали подряд. Но тем не менее, это еще далеко для них ни потеря и ни поражение. Выход на Тео под кишку. Прилетает минус от Лол 1хП. В ответ хаешки падают сейчас на заход под кишку. Надеялись то, что будет продолжение. Но Тео пытался сыграть в соло-гейминге. Тоже не вышло. Под Аплантом сейчас три игрока обороны. И еще и периодически с железа успевают смещаться игроки Сизден Бизден на оборону Апланта. Так что Асайт кажется, что неприступная крепость сейчас для команды The Nord Stream Members. Но вполне себе можно попробовать закинуть туда. Но посмотрим. Блатант готовит ХАЕ. Посмотрим, под какие тайминги полетит. Резко передумал. Опять подход есть на кафе и под мид. Но Б-плент вообще никто не обрабатывает сейчас. Там поблизости даже никого нет. Так что в теории пески могут очень сильно помешать заходу через мид. Так, Астриц. Вот, кишку открылся. Пока что у ребят легкие в Праге в принципе. Ну и Элокси. Вот, он убывается вместе с шансом. Но не получается ничего из этого. Не. Ну и 3-0. Табло. Пока что уверена оборона Сизден Бизден, которую никак не могут проломить на разу. И карта-то, которую они пикнули, сейчас у них идет очень хорошо. Но и опять же, раз они пикнули ее, значит они хотят именно и в атаке тоже что-то показать. Ой-ой-ой, а тут фаст твинкин ходит о том, что очень много человек замечено было на длине. Забрасывалась хаешка и смог тоже. И все, и сел твинк. А там просто бесконтактный бой. Я вот смотрел, как раз из-за твинка и просто вот издалека в X-Ray падает один, второй. А тут, кстати, врывается Тео в Соляну. Опа. Ну, с раз и минус два опорники пари. Ну, здорово, ребят. Че, как дела? Спрашивает Тео. Вы там вроде как на хаешках. Вроде очень сильно неплохи. А я вот, в принципе, на контактных позициях. Крайне агрессивен и опасен. Откидывается хаешка твинком. Он пытался выйти еще на Тео, но Тео собрал уже и третий фраг для коллектива. Тем самым вывел свою команду в преимущество по игрокам. Бомбу будут ставить в открытую, хотел сказать. Но потом резко Тео очнулся, потому что, ай-яй-яй, меня есть меда могут убрать. Отошел немного назад. Под кишкой находится сейчас без шанса. У него бурит соперник. Это же Блуд, который потихоньку поднимается наверх кафе. И на шифтах готовится открываться в кишку. Без шанс. Выход на перестрелку. Есть пачка. И Астрикс один против троих. Заходит через мид. И там его также разбирает Гринекс. Раунд для команды Знаверный Мембер. На минуточку начали с минус два на гранатах. А далее минус пять игроков без единого потери. Точнее, без единой потери процента здоровья. Без единого потери. Да, немного подзвился. Но, в любом случае, Нарзы неплохи в этой ситуации. Здесь им опять же удается пройти на минус два игрока. Минус три игрока. Блатант зажигает под Аплентом, но ему нужна помощь. И там с кишки три игрока направляются Гринекс. Выход на перестрелку. Закрывает Лол-1 хп. Либериан размен. Либериан один сейчас находится под Аплентом. И пытается спасти ситуацию в раунде. Хаешка падает в кишку. Но его далее уже, естественно, никто пушить не будет. Так как они знают, что он под Аплентом. И уходят на Б. Но на железо сместился Либериан. И, судя по всему, натопал. Так как Бесшанс явно не собирался проходить далее в Плент. Он уселся и ждет. Сейчас как раз-таки выхода через песок. Откидывается гранату на боковую. Задевает Либериана. Нет, информация все-таки была. Кажется, что Бесшанс услышал соперника на боковой. А там Хаешку просто на удачу кинули. Аля заденет, не заденет. Но Хаешка просто подтвердила слух Бесшанса. И они сместились туда. Ну, может быть, я не услышал. Тем более, ты еще говорил. Как бы тяжеловато немножко было определить. То мог быть Shift, который в теории слышно. На такой дистанции. И да, где-то, может быть, отпустил Shift или Ctrl. И подтопал. На любом случае, да. Мне кажется, он его услышал еще при заходе на железо. Он с железа спускался, прыгая, топая и так далее. Да, все может быть. Хотелось бы, кстати, мне отметить заслугу этих двух взятых раундов на плечах первого раунда. Тео, на вторых, это Блатан. Которые делают опыты, которые начинают эту игру. Допустим, вот врыв в Альфу. Сначала Тео с кишки. Минус два. Все, потом уже, на разы получив позицию, отыграли в ней, забрали раунд. И Блатан. Минус раз на ланге забирает. Входит в Альфу. Еще один минус. И дальше там уже ребята помогают. Все, кровь, кишки, мясо по стенкам. Раунд есть. Вот как-то вот так вот. Есть такой момент, да. То, что сейчас два игрока сделали. Очень много работы для своего коллектива. Но самое главное, то, что коллектив тоже поддержал. Знаешь, не забросили эту ситуацию. Как бы то, что их старания были не напрасны. И буквально вчера я еще говорил о Тео, который может играть отдельно от своего коллектива. Но при этом вносить очень много импакта. И далее отыгрывать вместе с командой. И вот здесь он это нам показывает, как нельзя во всей красе. Ну и была попытка от Астрикса сверх кафе отыграть. И там просто нашивали двери. И все-таки нашли его голову. Минус первый есть для бесшанса. И хоть пару раундов сыграли агрессивно Нарзы. Сейчас они продолжают играть медленно. Нашли Энтрикил. Продолжают ждать какие-то гранаты, возможно, под площадь. Кафе заняли. Кафе вверх-вниз. Стоят игроки у обороны. А здесь еще неплохие выпады от Либериана вместе с Лол 1 хп. И вот вам численное преимущество теперь за командой Сизден Бизден. Но где-то мы подобное видели. Гринекс. Наверное, ожидает, когда кто-нибудь подойдет. Но тут оборона не будет, наверное, рисковать. Просто издалека будут как-то принимать. Лол 1 хп пытается с кольца в прыжке что-то тут навесить. Соперник у хэшка опасный. Обожгалка в порядке. А теперь контакт на длине, где Блуд забирает выпадом на Элакси фраг. Гринекс. Открывает хэшку тюмейта. Блатан должен забегать и помогать. Кринк открытия. Гринекс его забирает. Информация по Блуду обновилась он на боковой. Открытие перестрелка. 79 хп пока что по Гринексу не попадает. Оборона все отпустила альфу. Гринекс решил пока что ставить. Пока Блатан перекрывает. Блатан пытается там что-то сделать. Работа. Ай-яй-яй-яй. Теперь он откуда-то плент. Но Гринекс смог как-то разменяться. Дали перестрелку. Блатан в поле 1 в 1 против Блуда. Блуд 79 хп против 26. Блатан одна тычка нужно попасть. Не вышло. Один тычка. Надо попасть. Вот. И вот смотрите ребята. Я просто что хотел сказать. Вот сразу под ящик. Вот человек так сидит. А сишки где-то снизу. А вот сюда кстати вообще изи. Все. Проблема решилась. Вот сюда точно можно будет забросить. Не благодарите ребята. Сишки в плент. Кайф. Уже жду когда увижу. В ожидании. Но тут Блатант опять вылетает на файт. Нарзы понимают то что по хорошему. Не хотят разыгрывать далее Систент Бизден. Придется применить тяжелое оружие. Откидывается гранаты за кассу. Но есть все таки минус от Лола 1 хп. И даблкил в его исполнении. Блатант на площади. Пытается еще что-то сообразить. Придумать. Но наверное Лола 1 хп все таки есть смысл. Сейчас отойти немного назад. Не жертвовать здесь своей головой. Да он так и делает. Уходит спокойно в Аплент. Аплент опять же на троих игроках держится. Ну а под Б сайдом играет один блуд. Но знали бы об этом игроки за Норстрим Мемберс. Так. Я что-то прям в аду шулю. Не знаешь. Такую сишку классно нашел. Серьезно вообще даже не на мировом. Нигде такие нету. Ставите бомбу в закрытую. Она же сейвовая верно. А вы еще сишки залепили. И ушли куда-нибудь на альфу. Да и пусть там играется. Он ее даже так не взорвет пока не этот. Не закинет туда. А так он ничего не сделает. Пока свою сишку не закинет. Так. Лолван хп. У него информация, что он типа контролит. Но он уже успел пропустить сейчас блатанта из неприятных для него новостей. И типа он даже в ход не смотрит. Так он... Смех. Вот как-то вот так. Вот оно получается неприятненько. Блатант. Без шанс. Вдвоем остались пока что. Размяли лолу в анхп. И куда? На б могут зайти попробовать. Теракс. Подожди, подожди. Блатант. Очень опасный момент. Сейчас заход есть на грибы. Прекрасно это все дело слышит. Теперь еще и блуд. Его не чекают. От блуда есть минус. Без шанс пытается разменяться. Ему это также удается. При этом с минимальными потерями по здоровью. Проходит под плент. И будет ставить в закрытую. В соответствии значит где-то должен будет играть на контакт. Да, он остается непосредственно в пленту. Он даже не уходит на боковую. И возможно он должен понимать, что здесь его с двух сторон будут давить. Но там заход через песок. И они вдвоем рваются просто в грибы. Есть минус от Либериана. Погибает без шанс. И еще один раунд забирают для себя Сизден Бизден. Проблема. 5-2. Ну, слушай, не знаю. 5-2 проблема или можно назвать для атаки на карте Буря в пустыне. Кажется, что неплохо. Особенно с учетом того, как разыгрывались эти раунды. Да, вот команда из Норстрим Мемброса. Что они там просто испепеляли своего соперника. Дальше, может быть, как-то подрасслабились, не знаю. Подуспокоились после взятых двух раундов. Но в любом случае первая половина была тяжелой для Сизден Бизден. Считаю то, что счет не по игре. Постоянно были ситуации там 2-1, 2-2, 1-1. И просто на этих дуэлях выигрывали Сизден Бизден. И совсем чуть-чуть не хватало команде из Норстрим Мемброса для того, чтобы ставить точку в раундах. Может быть, они сейчас как раз-таки вот этот чуть-чуть найдут на второй половине. Хитрый пишет. Они там не будут взрывать, эти Сишки. Ну, не знаю. Ну, вот, хотелось бы посмотреть. Я вот говорю, я вот в мысль в голову просто пришла. Можно даже, наверное, проверить. Знаток Сишек Си. Ну, не знаю, вроде бы выглядит классно. Ну, типа, оттуда ее не взорвешь. То есть, ну, тяжеловато. Издалека нужно вступать и взрывать ее руками. Вот. Или же брать свои Сишки, что навряд ли будет. Хотя, это не точно. В общем, надо бы проверить по-хорошему просто. Так, Тео бросал, смотри, впрочем, не страшно. То есть, что туда бы их бросил, просто они бы лежали подписками. Но тут ребята, кстати, выходят. Лолван ХП вылетел. Вот там. Самое главное, что вовремя заметили. Ну, да. Хотя, кстати, он, похоже, как будто не вылетел. Но, может, конечно, да не, не крашанул. Вот, типа, аккаунт-то еще в бою. Ну, тут многие игроки еще в бою. Тут Тео, Бесшанс, Блатан в бою. Они его убили свободно. Ну, да. В том смысле, что он там не залагал, ничего. Вот просто он как бы был, так и... Может, не знаю, резко отошел. Сначала миссии. Сори, мужики, типа, это... А вот сейчас вот, да, конкретно? Он просто Иисус. Да. Да, да, да. Да, это же ангел. Миссия провалена. Начало миссии. Они не выходят до последнего. Просто ждут, пока его крашенят. Ну, понимаешь, на 200 штраф в этих, ГПшках. А если ты взял делюксовую пушку, то это же 1 рубль за использование. И ты, получается, вылетаешь ни за что, ни про что. Ужас. Ну, давай посмотрим, есть делюксы. Да нет, у них не было Дрюкса. Вот иногда Тео берет Дрюксовую кимпу. Ну, это по ситуации уже идет. Никаких протестов там, ничего. Да вроде не должно быть. Я вот и полагаю, что ребята друг друга не будут душить. Потому что они, ну, оба коллектива понимают, что это ситуация, в общем. Так... Дальше две конференции. Где в обоих случаях респектов машнят. Да, да. Ну, машнили. Ладно, вы уже сказали респект win. Не подтвердилась причина протеста. А в другой только начали. Такс. А другая это матхаусы, да? Да. Вот так-то пришлись неугодными и интересными в том, что делают. Ну, сегодня сложный день, сложные матчи для наших команд, в первую очередь. Очень много протестов и негодований мы с вами наблюдаем в ходе игр. Я знаю, что негодований правильно. Протест на интернет или какие-то другие причины? Нет, там макрос. А, ну, понятно. В обоих случаях, кажется. Да, в обоих случаях. Я думал, одни эти же люди даже, но нет. Разные. Они, кстати, между собой пообщались с Dark Horse и матхаусу. Секунду. Да, они разных людей попросили видосы. Наверное, пообщались между собой. Ну, потому что, да, типа смысла нет особо. Если ты понимаешь, что вот Тима предыдущая машнила вот этих двух, ты можешь просто у других попросить, если у тех ничего не нашли. Как-то вот такая вот твой. И просто это не кажется, и мы не общались. Как коварность. Да. Ну, раньше вроде так было. Ну, то есть мы не так часто машнили, но тоже делали вот в подобном силе. Потому что это вроде бы логично. Ты не можешь у всей команды попросить, но можешь у двух. Если до тебя видосы просили у этих людей, или ты же сам тоже там, не знаю, вчера просил, то просто попросил у других двух посмотреть тоже. Ну, в любом случае, если у вас отношения нормальные с людьми, то есть вы можете даже вне матча попросить, если вот именно что-то отношения хорошие, человек вам просто так. У-у-у. А тут хорошо выманили так Гринекса сверх кафе. Он вышел еще на нижнюю. От Либериана влетела пуля в лоб. И начало раунда с потерей для Нарзов. Но Нарзы, опять же, они играли в полузакрытую, так скажем. Там Тео опять, кстати, пытается прожимать выход на кишку. Очень опасная ситуация. Но вряд ли здесь есть смысл рисковать самим собой. Открывается на лол 1 хп. Находит минус Тео. Еще Хаешка прилетает. Тео очень сильно потрепали. И Либериан, естественно, идет на добивание. Сейчас Аплент выглядит как максимально сладкое место, куда можно залететь и поставить бомбу. Так как они выключили там двух опорников. И от этого можно отталкиваться далее. Но здесь весело было под Бэплентом. Закинули гранаты, сместились на мид. И на этом смещении Элокси начал штрафовать своих оппонентов. Погибает все-таки блатант. Должны понимать, что через мид, скорее всего, будет врыв. А там еще и на железо заходит Бэсшанс, который находит минус Астрикса в изменялке. Элокси Соло заходит через мид. Но к нему как раз-таки и был готов Либериан, который приносит раунд команде номер 1, будучи в атаке. Начало миссии. Так, ну и тут Элокси, между прочим, врывался с ножами. Поэтому он был легкой мишенью для соперника. Проблем не составило его забрать. Твинчек и Тлонг. Хаешки прилетели под второй этаж. Еще и еще. Кринекс. Немножко рискует. На самом деле, да, уже получил немножко дэмэджа. Слава богу, для него, что это... Оделся он 26 хеллс-поинтами. Поглазать эти голова. Если бы неудобник... Неудобника как-то встал. Но, окей. Один и штрих от Винг предпринимает, как и вот агрессивно открывающие действия. Что-то вот тут как будто вызывает. Узнаешь, бегает по тачке. Типа, давай сюда, кто-нибудь открывайся. Тут хаешка одна, вторая. Да-да-да, сейчас откроемся. Подожди. Две хаешки взорвались. И минус почти всех оба. Очередное открытие. Вот тиммейты, кстати, позади. Но не стесняются. Типа, как бы, давай работай. Ты родовый, там, не знаю. Да инфу. Ну а чё давать-то инфу. Вот какова сейчас полезность. Он должен, наверное, был с кем-то поменяться местами. Шанс забирает по шокам Глоуда. И хаешка достигает. Винга он погибает тоже. И в это время решили сланга перетянутся в Апленд. Который сейчас под власть. Ну, вроде бы как. Супер-биздом. Открытие. Перетяжку закрывал. Лолуанд хп. Выбил Элакси. Но без шанса дает ответ. Он родовый. Тео чуть больше половины хелсбара. Астерикс фул. Идет под кишку. Куда идет и Тео. Хотя он просто ждет и перетяжку закрывает. Ай-яй-яй-яй. Астерикс четник или нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Очень редкая позиция. Здесь, да. Здесь опять такие моменты. То, что кто-то постоянно не досматривает. Но Астерикс открывается на перестрелку. Есть минус. Тео погиб. Остался один без шанса. Без шанс тоже на тычку. И правда о нем не было информации у Астерикс. Он здесь принимает решение обойти через мид. Не смотрит. И песок не смотрит. Ну почему? Ну почему, Астерикс? Ну, ты же прошел так аккуратно вверх кафе. Ты прочекал каждый угол. Тут посмотрел. И вот когда остался решающий момент. И у тебя нет просто обновленной информации по сопернику. Ты идешь, ты не смотришь. Никакие точки. Ты был уверен, что они закрылись вдвоем под аплантом. Это очень сейчас сильно сыграло против команды Сиздан-Виздан. Но смотрим за продолжением. Прилетает Смолк сразу же под мид. Есть минус от Тео. И заход, скорее всего, будет под кафе. Ну как будет? Он уже есть. Они просто дальше, скорее всего, от вверх кафе будут отталкиваться. Сейчас, так как нашли минус, команда с Нордстрим Мембрад, скорее всего, просто в глухую оборону упадут под аплантом. И будут ждать своего оппонента. Хаешка Гринекса прилетает от Астерикса вместе с Трингом. Еще по прагу. Элокси неплохая пачка у Астерикса. Заход через кишку очень опасен. Сюда бы одну осколочную. Будет все шикарно для Норзов. Выход есть. Есть информация по Элокси. Но его это не волнует. Неплохая пачка. Либериан размен. Но без шанса не прощает. Еще раунд для Норзов. Ну и твои слова укрепляются, на самом деле, что что-то не по игре. Как бы тут все равно видно, что вот тут совсем вот за малым делом иногда остается все это. И близко, близко, на самом деле. Окей. Смотрим далее. Я проглядываю еще счет. Немножко, наверное, ребятам блатан-то не хватает. А потому что пока что еще с нулем сидит и три смерти имеет. Такс. Очередная попытка выйти под лонг. И для прохода Б-сайда, ты его бросает ХЕ-шку при фаером. Чтобы мало ли кто там стоит в упоре пощупать их. Оглядывается назад тут. Пока что растянулись. Кстати, это, возможно, тот же фейк, который ребята и делали. То есть Твинг выполняет задачу, как и в том раунде. Он сейчас, да, конечно, снова потерял ХП. Но надежда была, походу, забайтить оборону на бете и влететь в Альфу. Как это было вам показано? Вполне себе не исключено. Ну, да, в принципе, команда The North Stream Members к этому уже тоже должны быть готовы. Потому что подобные байты могут оформлять игроки команды Seasden Bizden. Смотрим за продолжением. Сейчас, наоборот, атака смещает абсолютно все свои силы под Аплент. И, скорее всего, в разработку падает как раз-таки именно Аплент. Они могут и здесь поэкануть. Но, правда, для фейков у них уже остается слишком мало времени. Здесь уже, скорее всего, более прямолинейный выход они будут для себя оформлять. Вот она ХАЕшка под кишку, но она прилетает немного кривовато. К Ринексу она абсолютно ничего не делает. К Ринекс ее спокойно и вейдит. Возвращается в игру на С5, подрывает своего соперника. ХАЕшка от Элокси. Две ХАЕшки от Элокси. Есть два минуса. И заходит Лол один хп, конечно, под Бэплент. Но он один против пятерых. И за ним идет охота. Есть минус. На Блатан пытается. Далее выключить еще и без шанса. Но без шанса не поддался. Это раунд опять для команды The North Rim Members. Не знаю, здесь вот как раз таки кажется, что не хватило более четкой ХАЕшки в ту же самую кишку. На кишку было очень много акцента. Но, подожди, нет. Наверное, нельзя делать ее роковой, эту гранату. Так как там еще две ХАЕшки от Элокси в мид влетело и нашли два минуса. Скорее всего, здесь уже не успели сориентироваться попросту с изден-бизден. Запутались, заметались из угла в угол. И поэтому потеряли бдительность. На этих гранатах подорвались. Ну и, конечно же, С5 в кишке. Вообще, ХАЕ должна падать. Я не знаю, ее надо с ланга засылать. И она должна падать прямо вот сюда куда-то на лестнице. Или вовсе залетать. Под кишку, да? Да, под кишку. А там есть, да, такие прокидки. Вот, чтобы сгонять Гринекса. Они в прошлый раз кинули ХАЕшку, но кинули ее, по-моему, с ноля. И ХАЕшка прилетела прямо вот в самый угол от дверей. В общем, от лестницы влево вот этот угол. Ты можешь им показать, если хочешь. Вот. От лестницы в левый угол. Прилетела граната, и она Гринексу вообще никакого урона не нанесла. И он даже не пытался ее и вейдить. Собственно, эта ХАЕшка ничем не помогла в выходе на кишку. Ладно, смотрим за продолжением. Следующий раунд тоже крайне тяжелый и медленный. Но тут Тео вылетает на длину, подрезает двоих. Лол, один хп моментально разменялся с мида. И сразу же ожидает то, что кто-то из команды из Nord Stream Members пойдет на размен. На пик как раз-таки под тот же мид. ХАЕшка прилетает под плент, но в пленту никого не было. Блатант остается бага, я так понимаю. Он работает, но все-таки пачка прилетает от блуда. И в упоре играет Элакси. Выжидают еще несколько гранат. ХАЕшка упала в сторону погрузчика, но не нашла свой фраг. И далее погибает все-таки блуд. Лол, один хп, опять же один. Но в этот раз ситуация немного полегче. Один против краиха на железо заходит без шанса. Вышел, чекнул, ушел. Как бы так и планировалось. Говорит, без шанс. Есть минус и есть четвертый раунд. На второй половине для нарзов. А один раунд сейчас выделяет их от победы. Вперед ничьи. Если вдруг заберет хизнен бизден, а последующий заберут нарзы. Ну, посмотрим. Опять же заказывать не будем. Просто смотрим. Кайфуем. Так. Ну, это уже повторение. Как бы, ну, сейчас они делают тот же самое. Выход под лонг. Астрикс бросил хаешку. Либерян тоже, по всей видимости. И, кстати, это может быть просто выход под бета. Без каких-либо флейков. Портере хаешки. Играет на приеме. Б планта. Сейчас без шанс. Портере хаешки пропускает. Сейчас тут вингат. Винг. Забирать перетяжку от Тео. Как неприятно. Хаешка в плент. Сейчас ребята падают. Как три ситуации. Но какие они каленые. Есть шансы у оборона. Под блатант. Заскана. Пачка. Под вингу. На! Гринекс хаешку. На! Астерикс горит. На! Элакс. Тут еще в пленту. Ёжик в тумане. Астерикс спрятался. И 1-2 ситуация. Лодван хп. Блуд стремительно убегает. В районах плента. Но. Гринекс тут мог, кстати, да. На педали. И в альфу. Через железо. Но. Он пропустил соперника. И время для себя тоже потерял. Его слышат. Должны реагировать. Бомба была установлена. Гринекс выжидает еще момент. Может быть ему удастся. Нет. Нет. Все. Забудьте. Хотел здесь еще внести какую-то лепту раздумий. Но. Гринекс прямолинейно выходит через железо. Есть информация по лолу 1 хп. Получает порцию урона. Гринекс. Гринекс. Ну надо воевать. Он просто все это время пытался как-то распетлять своего соперника. Найти там какие-то фраги. Может быть урон нанести в прыжке. Но. Все попытки были тщетны. Раунд забирают для себя игроки Season Business. И теперь лучшее на что могут надеяться. The North Stream Members это ничья. Так. Лут. Проверяют. Площадь никого. Второй этаж вроде бы тоже никого. Ну да. Оборона закрыла сейчас. Кстати. Сишки не ставят ребята нигде. Гринекс. Кстати. У него продуктивные Сишки вроде бы были. Но. Решил наверное миксовать. И чтобы соперник уже. Не знаю. Прев. Он может быть как-то не открывался на них. Обходил. Решил убрать. Окей. Смотрим сверху. 30 секунд прошли. Поэтому. Это вроде бы сливовое время. После которого можно двигаться. Если ничего нету. В такой ситуации как у Сиздан Биздан. Пробирается ребята далее. Двинг идет первым. Чекает левый угол. Чекает правый. Хаешка на зеленый. Так. Смоки на проход. Ну вот такой смог он. Больше для того чтобы отвлечь внимание. Наверное. Хотя такой себе. Просто вы как будто сами себе на заход кидаете. И выходить значит вы не будете. Ну вот. Я вот таким этот смог вижу. Проходит батит на хаешке. Кстати. А вот это вот вышло очень неплохо. Твинг. Ждет когда кто-нибудь на полрубля откроется хотя бы. Такая позиция интересная. Он слышит то что на грибах тут ходил без шанс. Тео кстати обходит. Он сейчас может пощупать людей из песков. Но его уже заметили. Опять опасное открытие. Может быть Твинг говорит. Я жду ты. Ты что думаешь? Вот куда вы открываетесь? Да я. Все. И пошел все таки забирает. Тео на проходе. На перетяжке. Алакси закрывает. Блатан. Где? А где Гринекс? Гринекс еще валит. Слушай топот. Бомба стоит на Б. Перестрелка пошла. Астерикс планку. Твинг. Опять же занимает какие-то возвышенные позиции. Ретяжка. Гринекс. Закрывает сейчас лоу-лайн. Очень хорошо. А там Твинг рядовый. Хаешка полетела оффлэнд. Ребята нужно рассосаться быстрее. То бы хаешка бы взрывалась. Ну и в итоге Твинга забирает. Он был рядовым. 1-2. Бомба в закрытую. Астерикс. Блатант. Ну тут ставится пачка. И это ничья. Бомба деактивирована. Победила синяя команда. Но ничья справедливая. Но это лучше чем поражение. Ну да. Однако. Однако. Адмирал Ясин Красин. Я здесь. Я на месте. Я никуда не уходил. Ребята не переживайте. Ну слушай. Рабочий. Рабочий счет. Действительно я с тобой полностью согласен. И команду The Nord Stream Members заслужили. Ну вообще по хорошему. То как все развивалось. Они могли дожимать для себя карту. Вот в одном раунде буквально зевнули. И здесь здравствуйте. Приехали. Тебе завезли ничьем. Но хотя бы не поражение. Так что эта карта во многом становится решающей и для команды The Nord Stream Members. И для команды The Nord Stream Members. Ведь кто ее выигрывает. Тот и выигрывает в матче. Ну а пока что. Давай мы с тобой подведем итоги. По нашим замечательным ставкам. 7-7 на табло. Где наш модератор? Вот он. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ребята, судя по всему, забыли про то, что у нас здесь есть возможность ничьей. Поскольку ставок на ничью опять нет. Ага, хотел предложить, мол, пока там перезаходит один игрок, давай выведем ребятам код на экран. Но, судя по всему, перезаходов не будет никаких. Так что код отправится к вам в чат. Ну и, друзья, многие из вас спрашивают насчет кодов, мол, когда мы будем их заказывать. Это уже будет точно на следующей неделе, потому что нам надо спросить у наших замечательных менеджеров офиса насчет одной серии, которую мы хотим добавить в коды, то есть чтобы это не было однообразным. Насчет двух серий. Если нам разрешат их использовать, то непосредственно мы прямо в понедельник, может быть, уже сделаем заказ кодов. И к среде должны будем их в теории получить. Ну, если нет, то нет. Все равно сделаем заказ кодов, но немного с другими составляющими. Так что как-то так. Наберитесь терпения. Да. Ну, я думаю, никто не против будет, потому что девайсики прикольные. Там, если Млечный Путь, то там есть MSBS. Она вроде бы неплохая. Конечно, на арене нельзя, но зато на паблике, на КВшке почему бы нет неплохой девайсик. АПКшка есть в Млечном Пути. АПКшка, если разрешат. 100% знаю. Но MSBS тоже относится к разряду АПК, мол, типа раритетные девайсы. У АПКшки вообще всего, по-моему, 4 разновидности. И ее вроде как никто не добавлял еще в коллекции. Не исключено, что она может быть еще где-то в дальнейшем будет присутствовать в коллекциях. Не знаю. В общем, с добавлением АПК в коды могут быть небольшие проблемы. Но как небольшие ее могут просто запретить для кодов. Но остальные серии, которые уже не используются условно нигде, ни в магазине, ни в тирах, то их, думаю, что разрешат. Но вообще я бы еще насчет каких-нибудь киберспортивных более серий подумал. У нас же все-таки трансляция о киберспорте. Ну, у нас тоже жители, которые КВшки играют, и паблики, и киберспорт. Как бы интересен, но так больше посмотреть, покричать и так далее. И, возможно, трансляции с приятным бонусом посидеть. То есть приятное с полезным. Ну, коды на 120 хп, я думаю, уже точно никуда не денутся. Не знаю, будем ли мы в этот раз рейнджеров засовывать в эти коды. Поскольку, ну, как-то они, возможно, уже подпреелись. Посмотрим, что будет дальше. Ты про кого? Ты про скины, что ли? Да, да, да. Ну, не эти, с ирокезами вот эти, как они назывались-то? Господи, боже мой. Какие мы скины последние разыгрывали? Сейчас скажу. Да, лучше посмотри там, чтобы они тут не ломаться. Сейчас я залезу. Это Рико Агент и Чоу Легионер. Вот эти вот ребята. С ракезом. Где ты там ракез-то нашел? Вроде бы у Легионера. Нет? Может, с косичкой. Может быть. Ну, ладно, это не столь важно. В общем, те же самые коды, возможно, мы не будем закрывать. Посмотрим, точнее, не коды, а скины. Посмотрим, что будет новенькое, что будет еще. Ну, а пока, друзья, давайте смотреть за продолжением. Это вторая карта, как мы уже говорили ранее. И она во многом решающая и для команды Сизден Бизнен, и для команды The Nord Stream Members. Нарзы показали достойный камбэк на карте соперника. Смогут ли здесь продавить? Посмотрим. Хаешка от Астрикса влетает в Тео, и первая же потеря для Нарзов. На длине потихоньку пытается работать еще и Блатант, но этот парень вполне себе магиот на этой позиции. Так что Астриксу надо быть немного поаккуратней. 81% здоровья у него уже остается. Либериан занимается сейчас позицией коннектора. И под медом находится Лол 1 ХП, который в любом случае, если в Апленту начнется бомбежка, то он сразу же сместится и будет помогать. Так, теперь он был убит и разменен. Кстати, сразу же Астрикс еще и формулят дабл на защите Аплента. Такс, без шанса, Алекси. Они вдвоем, без шанса поднимается под квадрат, спускается. А пока вот такие вот передвижения у него. Он идет в ловушку. Ловушка расставлена Лолом. Но Лол не справляется сейчас. Ну, тиммейты по Иди должны сейчас поработать, потому что 1-3 ситуация. Если закидывать, то Астрикс аккуратненько подошел. Так, вот, смотрите. Оп, оп, оп. Все, и нашел Глэл, без шанса. Хорошо, есть. Первый раунд. Каким счетом закончили брую в пустыне? 7-7. Да, спасибо, Анечка, кто-то еще ответил. Но тут выход сразу же на боковую. Гринекс, который пытается моментально обработать своего соперника под Б-плентом, рвется в бой. Но тут же заход еще и через Игу. Тео погибает, Алекси. Надо размениваться вовремя. Гринекс приходит на подмогу. Гринекс, даблкилл есть. И заход под Б-плент также присутствует. Там Либериан разменивается с КТ-спавном. Но Гринекса не остановить. Триплкилл в его исполнении. Остается один Астрикс против троих оппонентов на карте. Бомба была установлена. Астрикс через КТ направляется. По нему есть вся необходимая информация. Бишан вместе с Гринексом еще продолжает перестрелку. Ну а в свою очередь Платант решил. Ладно, выстреляйтесь. Я отойду. В случае чего буду разыгрывать далее на таймер. Но все-таки удалось реализовать. И раунд для Нарзов. 1-1. 1-1. Везде единичка, ребят. По картам, по раундам. Пока что вот так вот ребята идут ноздря в ноздрю. Как говорится. Обственно. Астрикс. Пробует себя против Блатанта. Но опять же. Не то что рисковать не нужно и открываться. Но наверное играть больше с Ивове. То есть если есть вариант пожить, то лучше им воспользоваться. Лолван ХП. Забросовываю хайшку до Блатанта. Открытие под стенкой. Там был Тео. Этого его забирает. 4-5. Ну и вот вроде бы облегчили для себя. Варианты с атакой. И должны врываться именно в одну позицию. И по всей видимости это будет бета. Судя по тому, что видим на мини-карте. Но и оборону вроде бы плюс-минус тут. Сейчас Либерин на центре карты смотрит. Нашел Тео. Задел его буквально на 2 хп. Открытие. В очередной раз. Тут Тео теряет дорогие патроны. Так скажем. В дуалах. Поэтому туда лучше. Ребята, мы уже и открываться под плен. А тут винг работает. Мы забираем Тео все. В упоре без шанса. Его сейчас просто окружают. Да, и численным преимуществом забрали. Либерин погиб на ножах. Дал атаки. Астерик с последней. Бомба была устремлена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно быть. Да. Добивание присутствует. Второй раунд для Нардов присутствует. Все пока что неплохо складывается. И кажется, что парни готовы продолжать свою тотальную доминацию с предыдущей карты. Не исключено, что будут продолжать диктовать свои правила игры. Опять же, под аплентом. Как мы с тобой видим, идет смещение под коннектор от Тео. Но Тео сейчас более аккуратен в этой позиции. И пока что... Ну, не сказать то, что игра супер не клеится. Но в паре раундов мы с тобой видели, как его отключали первым делом. Так что надо здесь выжидать. Хаешка еще в коннектор. Удалось заяведить. Хорошо. Ну, блин, Блатант начинает шорох. Погибает еще... Ой, не погибает, а прошили Астерикса. Ну, может быть, я что-то знаю о будущем. Сейчас посмотрим. Ну и Тео. Ага. Передумал. Передумал с коннектора работать. Откинул туда смоук и дропнулся под мид. Возможно, атака тогда может перевести свой прицел и под Б. Почему бы и нет? Ай, на мид, на мид, на мид. Смещается Лол 1 хп и выходит на пик Тео. Очень опасный момент. Лол 1 хп очень сильно просел по хп. Но при этом еще и ХАЕшка от Блатанта влетела. Раунд. О, да что ж такое-то. Я что-то фальсстатирую немного. А ты не фальсстатируй. Ну, я стараюсь. Но оно что-то, видимо, рвется. Шаблон, знаешь, между будущим и настоящим. И просачивается какая-то инфа. Плохо, когда рвется. Так. Бывает. Бывает. Хорошо. Капа. Так. Попытка захода на бету. Оборона работает. Не дайте переключиться хоть на кого-то, кто тут находится. Либерин должен помогать. Сейчас Твингу Твинг неплохо. Выключил двоих как минимум сейчас. Блатант. Решил отступить. Я, кстати, его должен слышать. И стоп от Астрикс. Инфой владеет. Блатант. Ну, тут легкая мишень, в принципе, для него был. И Тео последний. Попытка вставить на Альфе. Время как раз таки располагает к тому, чтобы поставить. Если было больше, можно было бы и нужно было бы пойти поискать. Но решил поставить. И теперь нужно удивлять. И нужно открываться под кого-то. Потому что сидеть в пленту не было никакого смысла. Смысла совершенно. Так. Открытие. Либерин. Рядом также находился Твинг. Ну, и он уже помог. Вот знаешь, было бы лучше. Ну, понятное дело. Было бы классно для Тео, если бы сначала погиб Твинг. Так как он был в плову и в пальчике взлетело именно ему. А потом рядовый бы уже тиммейт открывался и вот атаку. Но не фартанул. 2-2. Так. Опять крашу Норзов. Печальненько. Печальненько. Сегодня как-то весь день, весь вечер нас сопровождают вот эти вот дропы. Да. Я бы тут даже на самом деле... Ну, если было бы временно, правда, после матча бы хотелось эти сишки посмотреть. На этот? На... На... То, что хитрый ответил, не задевает? Да. Не, ну я как бы верю на слово. Но с другой стороны, ну, мне кажется, можно серьезно поставить бомбу в закрытую. И там сишки. Ну, под один ящик, который погрузчик поднимает, точно легко можно закинуть. Вот прям совсем легко. А под второй ящик нужно будет постараться. Какие-то попытки совершить, конечно, наверное, придется. Ну, давай попробуем. Почему нет? У них, кажется, есть перспектива. Такие вообще никто не бросает. Просто вот серьезно, там я подлетел камерой, там было видно, что есть... Наверное, неправильно будет сказать полость, но, в общем, пустое пространство, в которое в теории может взлететь сишка. Но ее надо будет бросить шедеврально. У меня тут есть С5, если что. А купончик у тебя там есть, там, если что, на две просто, чтобы попыток много не совершать? Нет, купончика нет, тогда ты будешь. Ну да, да мы вместе попробуем, там, и ты, и я возьмем. А, нет, подожди, дополнительные гранаты есть. Да еще можно будет. Не знаю откуда, на 7 дней валяется. Вроде бы общий матч есть на песчаноке, если не ошибаюсь. Вполне может быть. Ну, посмотрим. Просто проверить. Так. Ну, мы, да, уже не раз занимались такими экспериментами. Там посмотрим, если будет позволять время между матчами, то мы зайдем обязательно посмотрим с Ильей. Может быть, как раз-таки вам покажем что-то новое. Ну, а пока что с картой убежища у нас с вами, ну, все крайне непонятно. 2-2, счет на табло, и вроде как есть все шансы у команды The North Stream Members. У нас те же самые шансы есть и у команды Сизден Бизден. Будем смотреть за... Господи, за второй половиной. За продолжением. Все, у меня уже голова плавится на сегодня. Спасибо. Всем пока, ребят. Держись, это только второй матч. Ну да. Да. Небольшая дужка здесь. Перезаходы. Ну, уже концовка уже второго матча. Да, то, что перезаходы, постоянные выходы, и ты уже теряешься. Господи, какой матч, какая карта, кого, с кем я комментирую, и что происходит здесь. Так. Ладно. Хаешки упали в коннектор, и Тео, судя по всему, здесь собирается уже не церемониться. Он вышел в коннектор, и никто на него на данный момент не смотрит. Это может стать проблемой для опорников-то под аплантом. Хае упала на боковую, но Тео все-таки решил, что надо отходить. Выманил на себя две осколочные, и это большой плюс для них. Так, Лола задели. Это, походу, было Хаешком. По всей видимости, он. Платант находит голову Астриц, это была парняка Абланта. Здесь опасность может начинаться. Кстати, опасность также на центре карты. Тео. Он должен съедать, но, правда, Тео был во всеоружии. Так скажем, он понимал, что за стеной может стоять собер. И просто открылся уже прифайл. Летела Хаешка в сторону Кисков, Гринекс. Отдал просто все. На, забирай, не жалко, только не подходи. Не подходи, я за себя не ручаюсь. Не надо. Он тут говорит, ладно. И ушел. Не, ну потом, как ушел, так и вернулся. Свинк забирает без шанса сейчас. И Хаешка в плент. И мейт заходит по очка. Неплохо. Но 1-2 ситуация. А вот минус уже по Элоксе. Делать внутри есть ее. Но Блатант отыграл в позиции. Немножко пощелкал так. И потихонечку все хп сбрил в итоге. Раунд забирает и трактинер с ремемберс. 3-2. Преимущество удалось добыть. И сейчас кажется, что может быть фаст раунд на позиции Аплента. А здесь в упоре находится Лол 1 КП, который пытается прикрывать игру через длину. Астрикс находит минус на Блатанта. Размена Тео. Хаешка от Лол 1 КП. Это его погибает. Но проход-то продолжается. Но нет. Гринек все-таки отпал от рук Астерикса. И еще продолжение через длину. Прям до последнего решили рубиться здесь игроки команды The North Stream Members. Но удалось найти только два минуса ценой четверых игроков. Шанс. Шанс. Радется. Слушай, тут нечего. Хотя. Только говорил. Ребят тут и топают. Вроде бы как. Собирать инфу по планту никого. Каблошки не видно. Либерин. Кстати, была голова. Но в такой ситуации. Как походу тиммейты сказали все-таки. Вот сам игрок. Ну вот тяжело. Вот скорее всего я более чем уверен. Что когда ты сам играешь. Заметить такое невероятно сложно. Но вот тиммейты увидели. Благо там вот краешек экрана. Вот совсем немножечко головы появилось. Перед тем как без шанса уже перевел итоговый прицел. Но в итоге тиммейты помогли. Но в любом случае. Этот раунд уходит соперника. И снова равенство. 3-3. Наступают на пятки друг к другу. И возможно здесь все-таки надо играть более аккуратным. Таким размеренным стилем игры. Против обороны команды Сизден Бизден. И в очередной раз ТО открывается на мид. Его закрывает Либерин. Начало раунда положено. С плюсом в копилку команды Сизден Бизден. Потеряли одного игрока. ТО можно сказать всегда на ведущей роли находился у своего коллектива. И сейчас без него будет сложнее. Но Элокси врывается также под мид. Вообще без какой-либо поддержки. Просто в соло-плее. Выключает спокойно Либерина. Но остается 8% здоровья. Он поднялся на КТ-спаун. При этом два его тиммейта пытаются далее пропустить позиции Бэблинта. В Сикрете находится Блуд. И еще в планете находился Твинк. Минус от Гринекса. Но Блуд моментально разменялся. И по Сикрету должны работать далее более активные игроки. за Норстрим Мемберс. Лол 1 хп разменялся. У Элокси есть информация, что соперник сейчас максимально забайчен на Бэблинт. И по-хорошему можно заходить в ход А. Но в свою очередь Блатант не собирается бросать своего тиммейта. И кажется, что это был тот момент, когда продажа была нужной. Но тут Астрикс просто одним патроном, оставшимся в обойме, добивает Элокси Радоуа. Да, продажа во благо была бы, если бы ушел под позиции Аплента. Но все-таки решили дожать до Талова. И это 4-3. Теперь за Сизен Бинтом. Есть такое. Сишка 1, Сишка 2. И Двинг. Лишь бы успеть взорвать, между прочим. Но что Сишка такая вот тяжеловатая, на самом деле. Потому что реализовать ее непросто. Тео минус по Лолу. И в видимости, хотя это не точно. Это может быть Альфа. Просто ребята разбрелись по всей карте. Астерик забирает Блатант. Сейчас он уже пытался проходить Альфа от Тео. Показал себя на стенке и отступил. На кухню. Что вообще можно делать? Кстати, ну да, выглядит типа, ну называется это кухня. Понятное дело, что есть кухня? Стол? Тут какие-то банки стоят. Что это? Я не понимаю. И да, фейерверки. Что такое? Фейералка стоит. Порошок. Ну просто если так, вот прям совсем. Кстати, тут интересная позиция. Ребята, не каждый знает. Ну, вот всякое. Может сюда встать и вот сюда вот смотреть в проход. Оп. Так. Либериан. Опасная ситуация. На Гринекса контакт. И решили отойти. Ну, Элокси не чекнет Астерикса. Здорово, Элокси. Погибает Либериан. Еще один минус. Но Элокси хроешку откинул перед смертью. Так что Либериана забрать удалось. И даже после смерти этот парень продолжает приносить пользу команде. Тео остается сейчас под медом. Видит прекрасно твинга. Промахнулся. Вообще ни разу не попал. А вот это очень плохо. Сейчас у Глуда есть информация, что один игрок находится под медом. И Тео здесь могут просто с двух сторон раздавить. Тео это сам понимает. Но он потерял уже 70% здоровья. Это очень плохо. Пытался без шанса вроде как еще помочь своему тиммейту. Но спасти уже Тео не удалось. Остается под аплентом без шанс. Ставит в открытую. Под коннектором играет Твинк. У Твинка 100% здоровья. По нему ноль информации. Действовать они будут вместе. Один байтит. Второй разменивается. Не знаю, что здесь должен будет сообразить без шанс. Хорошую позицию занимает на машине. Но я думаю, что он также понимает, как будет действовать соперник. Он слышал и на миду оппонента. И отвлекался на коннектор. С коннектора открывается Твинк. Ставит хэдшот. И приносит пятый раунд команде. 5-3. Бомба деактивирована. Сейчас. Не все сразу, ребят. Победила синяя команда. Что случилось? Так. Вот. Да, тут нужно паузу. Делать, ладно. В общем, слух сказал. Думал, сначала написать, пока ты говорил. Но потом смысл в написании отпал. В общем, да. Бот-то каждому ответит. Просто делайте паузу. Просто вижу, некоторые хотят проверить, сколько они подписаны на канал. Да, я вчера немножко подрофлил в плане того, что... Я до этого был не подписан. И когда показал вам команду, которую вы можете юзать. Вот. Мне показалось, что 15 часов был подписан. Вот. А тут кто... Есть некоторые, кто подписан 4 года. Вижу, 5 месяцев и 4 дня. Привет, я проездом. Шлип Шляп тут. Вот как раз 4 года тут Mirage был. 4 года тоже. А ты аккаунт менял, не менял, Макс? Сколько ты подписан? Ну ты правда дальше сидишь. У меня аккаунты менялись несколько раз. Да. У меня разные аккаунты. Ну, как бы... У меня там нет подписки. Может так. Можно так сказать. Я сейчас на основном аккаунте сижу. На Arena for Game. Поэтому... Вот. Ну ладно. Тут паск выход на Б-плэнт. И Тео уже принимает твинга. Минус есть от Либериана. И продолжение под Б-плэнтом. Кажется, что будет иметь свой успех. Но игроки команды The Nord Stream Members уже выключили двоих игроков. При этом очень сильно нарейдили третьего. Это же Либериан. Под мидом остается Блуд. И будет в надежде то, что здесь кто-то пойдет. Он кого-то уйдет. Астрикс еще один минус на Гринекс. Они, опять же, поступают довольно грамотно. С учетом того, что они были в меньшинстве по игрокам. Они продолжают просто выжидать тайминги для себя. И на смещении где-то ловить команду The Nord Stream Members. Тем самым выводя математическое преимущество соперника в ноль. И заход под Б-плэнт есть. Элокси просто на ноге летит ликвидировать Либериана. Ну а Либериан должен был подтвердить информацию, что парни, ну это фулл Б. Можно заходить свободно под А. Блуд выключил еще на шарте одного из своих оппонентов. И далее слышит смещение Элокси под мид. Находит еще один минус. Ну а вот теперь можно было с одной стороны вернуться бы под Б. Но с другой стороны вроде как уже большую часть расстояния пробежали. И возвращаться нет смысла. На песках находится Блатант, который слышит соперника в бомбсайде. Выход на чек. А мид никто не мониторит сейчас, ребята. А что происходит-то? А сейчас, а так, сейчас, а как больно будет? Ага, блуд видел или не видел? Вот в чем вопрос. Ну все, есть точная информация. Сейчас самое главное линейку не подарить. Хае упала сразу же на позицию Блатанта. Блатант отходит на БТР. Находит минус на Блуда. И остается в ситуации 1 на 1 против Астерикса. 36% здоровья у Астерикса. Два попадания. Блатан, перезарядка. И 3 хп. Одно попадание. Астерикс живет до последнего. Пытается вытянуть таймер. Еще Блатан тоже на тычку остается. Но он берет этот клатч раунд. И для команды The North Stream Members. Казалось бы, раунд был давным-давно потерян. Но все-таки нет. Но все-таки нет. Вот так вот, Мойс, они стрелялись. Вот тут на самом деле вечная перестрелка была. Вот стреляют. Один не попадает. Второй не попадает. И вот так вот. Но все-таки молодцы. На North Stream Members сейчас у них есть раунд, в котором они остались до того, чтобы догнать. Такс. Да, вот я сейчас уже и вслух тоже повторю. Задержка перед запросом. 5 секунд. Я еще просто посмотрел бота на эту команду. Поэтому через каждые 5 секунд вы можете снова переспрашивать. Меньше поставить, если что, нельзя. Так. 4 в 5 ситуация. Оборона немножко потерпела. Сейчас забрали одного. Ох, ешка. Отошел, Алексей. Все, говорит. Жив целый орел. Еще одна, но он ее видит. Ну куда ты же на нее идишь? Такс. Смотрим сверху. А так. А тут лучше сказать, наверное, Гринекс. Может иметь шансы в том, чтобы пройти за спину. Он решил обойти через Альфу. А ешка на бет. И вот он выход на бет. Пинк, пачка по бешансу. Далее пачка по Бладанту. Все просто. Вот знаешь, было бы, когда ты просто выходишь. Пачка по одному, по второму. И вот так вот. Раунд для атаки. Слитым бизнесом. Ж4. Начало миссии. Смотрим. Вверху. Лол, кстати, подбирает сейчас под Зигу. Хаешку. Но это вроде бы химмейтов было. Но рабом стучу-то смог, поэтому не страшно. Ребят, да не все сразу. Ну подождите. Вот видите, один написал. В очередь, в очередь. И бот не успевает каждого обработать. Ну не исключено, что у нас скоро добавится еще один бот. Но это пока что не точно. Но может быть такое, друзья. Так что придумаем еще каких-нибудь развлечений вместе с ботом под чат. Типа рулет вместе пуквы, да? Ну да, типа такого. То есть, но в любом случае бот дает больше возможностей для развлечения чата. Ну и, собственно, для его же модерирования. Смотрим за следующим же раундом. Один отжаляет для себя игроки System Business. Но для них этого мало. Им надо еще три брать для того, чтобы ставить точку в этом матче. Но команда The North Stream Members такой подарок явно не сделает. Хаешка прилетает под Либериана, который играл в коннекторе, надеялся выйти живым, но нет. Там в любом случае, если бы не Хаешка, то Гринекс бы дожал. Но и Гринекс продолжает отыгрывать с коннектора. Выключает лол 1 хп и продолжает свой прожим на кухню. А тут под мидом сидит лут. Да ладно, и до него добирается Гринекс. Ну машина. Минус три игрока. Минус четыре. А, простите, фальстарт, но это был минус четыре. И там Тео еще подрезал где-то под бэплентом конкретнее. При заходе на окно Тео подрезал фраг. Я думал, Гринекс сейчас эйс соберет. Но квадрокилл тоже неплохо. Молодец. Раунд для Нарзов. Есть. Это 6-5. Опять же, это отрыв. Небольшой лишь только в один раунд. И это, походу, альфа будет, потому что центр карты, потому что стенка, но он... Я видел, как Блуд смотрел за своим тиммейтом, который вылетел с правой стороны налево и просто труп подъехал. Окей. Открытие Астерикс минус по опорнику. Гринекс открытие. Переходим против Динга. И за ним еще находился как раз-таки Астерикс. Эо. Пока что не будет о том, что стенка-то чисто. Но на ланге два соперника еще остается на бете. Непонятно где у него Сишки. Возможно в Темке. Но это не точно. Но пока 3 в 3. 50 секунд позади. И куда? Под бетом? Может быть. Но нужно это делать вместе. Ай-яй-яй-яй. Ну, Астерикс там попытался еще как-то выцепить как раз-таки Тео под позициями Меда. Все-таки отошел. Тео сразу же понял, что надо менять позицию. Он ушел уже на дерево. Так что там с кухни его никто никак не выцепит. Но в основном атака через длину сейчас направляется и здесь. Ой, как много работы у Бесшанса. Гранату бы еще в запасе было бы неплохо иметь. Но от Бесшанса есть первый минус. Далее. Размен от Блуда. Вот она. Та самая граната. Но и та прилетает плохо. И то это Смоук. Ай-яй-яй-яй-яй. И Блуд. Еще один фраг. И Тео остается один-два. В фладч раунде. Тео выключает заход Блуда на бомбсайт. И на длине остается Астрикс, у которого 27 кп. Но о нем абсолютно ничего не знает Тео. Который спиной сейчас отходит в коннектор. Но в пленту Астрикс начинает выцеливать потихоньку своего соперника. Тео еще думает, что оппонент как-то мог плавно сместиться под Б плент. И может быть там будет ставить. Но нет. Знал бы Тео, насколько он далек от истины. А кажется, что... Нет. Нет. Подожди. Астрикс так проходил. Чекал коннектор. Он, видимо, за стенку пытался здесь заглянуть в углу. Думал, что отойдет еще под мид как-то. И далее пойдет на Б. И тогда бы это было просто великолепно прочитано Тео. Но нет. Архан ошибается. Вот Астрикс ставит фугас под апплентом. И Тео придется играть на смещении. Но, собственно, это не такая большая проблема. Времени он теряет здесь по минимуму. Но на ликвидацию еще сколько-то уйдет. Астрикс видно то, что будет играть в закрытую. Плюс ему Тео в руках кресы. С ними сложновато будет. А, у него еще и хаешки есть. Ну, тут тогда вообще никаких проблем не должно возникать. Да вот это... Какие ножи Тео! Он буквально на секунды-полторы, да, выхватил этот нож. И такой бегал, смотрел. А, что тут? Куда тут происходит? Но успел выхватить все-таки кресы. Нашел фраг. И еще один раунд принес команде. Есть. И вот теперь уже поравнялись. Сейчас на разы. 6-6 на табло. И, кстати, снова такая вот вечная перестрелка была в одно... Относительном таком вот порядке. Да, еще и закончились пули в конце предательские. Это вот неприятненько. Окей. Смотрим далее. Лол, ван хп, кстати, очень быстро занимается. Сейчас мидл, возможно, выпад сделает далее. Подписки. Ну, тут хаешки неприятные. Просто при фаером бросает сейчас... Там кто там? Вроде бы глот бросал. Точнее, нет. Тут Тео бросает в оборот. Я просто на... На предыдущей стороне так смотрел. Вот Вильмекс и Тео закрывают всех выходящих. Наверное, если бы тайминг был быстрее, возможно, бы они там были более успешны. Но нет. Не называй. Сейчас выход под бой будет затруднен. Еще потому, что Либерин где-то там, далековато. Он сейчас не может помочь димейтам на боковой. Но вот зато пролететь под... Зигу он может. Тээкс. Либерин. Готовится открываться. Бишан за тачкой. В пленство играет сейчас еще и Феон. Его убивают. И Лакси тоже. Ой-ой-ой. Сейчас можно и ставить. Отличный минусан на выбивание. Им это позволят. Супер сложная ситуация сейчас и для Нарзов, и для команды Сизден Бизден. Колоссальное количество разменов. Под Б-плентом. Просто можно сказать, что Б-сайт сейчас усеян трупами. И заход через боковую от Гринекса вместе с Блатантом. А в свою очередь Сизден Бизден, судя по всему, решили дать заднюю. И сходить сейчас под А-плент. Б-сайт они не будут продолжать. Ну, почему бы и нет. Хитростью пытаются брать сейчас команду The North Stream Members. А те сейчас прочекают Б-плент. Никого не найдут. И, возможно, на ножах пойдут мимо Твинга. Нет, они не пойдут мимо Твинга. Ну, тут тоже небольшой фейл. Но... Ага, они вообще максимально далекий путь выбирают. И они везде вдвоем играют. Они делиться, судя по всему, не будут. Ну, может быть, с Ланга на кухню кто-то отсеется. И пойдет на коннектор, а второй через Ланг. Но тут и бомба ставится в открытую. Либериан поставил фугас и побежал на упор в длину. А тут Гринекс в упоре. Гринекс выходит. А тут Хаешка. Либериан погибает. И под медом сейчас находится Твинга. По нему нет информации. Куда? Куда один за другим? Ой, как опасно сейчас действуют игроки команды The North Stream Members. Может быть, и в голову тут прилетело бы. Но под медом спалился все-таки Твинг. Заход на плент. Блатан сразу же понимает то, что надо минировать. Ну, и тиммейт принимает удар на себя. Закрывает Твинга. И еще один раунд для команды The North Stream Members. Так что хорошо складывалось для Сизден Бизден. Но они все-таки теряют нить игры в этом раунде. И это значит, что Нарзан до победы остается всего один раунд. А Сизден Бизден еще три. Да. Так вот момент. Но, наконец-таки вышли вперед. Для Нарзов это, разумеется, хорошие новости. Сейчас они, да, имеют очень большие шансы. Гринекс прижимает вместе с Блатан. Там Рапо, Таплэн, Тай. И Блатан дает минус по Астериксу. Такие дела. И сейчас нужно, кстати, пока есть инфа, что жмут лонг быстрее входить на бету. А они выбивают опорника. А не то, чтобы, вы знаете, вроде бы хорошо начиналось для Нарзов. Они прожимали лонг, забирали фраг. Ну, а вот с другой стороны, если посмотреть, отпущи на точку бета. И туда просто можно ворваться. Но сейчас вот так, как я, по крайней мере, это видел, не реализовалось. Сейчас теряют очень много КП. Либерин может погибнуть. В упоре Тэу все-таки его на воду бывает. И тот момент с хорошим пробитием бета не состоялся. Лишь только Клач ожидает Блуду сейчас. Он забирает одного из игроков. Ну, опять же, он выключил игру на боковой. Сразу же Нарзы подумали, что, скорее всего, он может сместиться под Аплент. И под мид посадили Тэу, который будет слушать все эти перемещения. Но, с одной стороны, оно и правильно. Систент Бизнен пытается играть хитро. Пытается обманывать как-то своего соперника. Поэтому Нарзы подстраиваются сейчас под их стиль игры. Но Тэу все-таки не высидел. Подожди. Возможно, что-то мог услышать. Да, он поглядывает как раз-таки на выход через дерево. Но соперник-то мог пройти как раз-таки еще и на Т-спаун. Отходит назад Тэу. И кажется, что информация все-таки появилась. Тэу целенаправленно идет, смотрит на мид и ждет выхода от Блуда. Блуд вышел на чек. Все, появилась информация. Тэу получает урон, но не критичный. И Блуд возвращается под мид. Он все еще пытается добить Тэу. Очень опасно. Блатант проходит на мост. Блуд, Блуд. Ай, хитрец. Вот опять по тебе стрельнули. Ну, оно было просто больно слишком. Я в этот момент смотрел прям за Блудом. И как вот оно в лоб прилетает. Неприятненько. Но у Нарзы браво. Браво, браво, браво. Но, с другой стороны, нельзя сказать то, что команда Сизден Бизден сыграли там как-то слишком плохо. У них многие задумки, их затеи, которые они показывали нам, они просто пострадали в реализации. Но сама задумка, сама игра от команды Сизден Бизден, вот именно эта битва разумов мне очень понравилась. Я очень люблю, когда команды начинают применять что-то, ну, так скажем, не дефолтное. Фейки, это можно назвать дефолтом, но их используют очень редко, и порой эти фейки разыгрываются крайне примитивно. Здесь же Сизден Бизден пытались запутывать своего соперника, петляли просто неимоверно. И команды The North Stream Members порой велись на это. Но когда удавалось уходить там от какого-то файта, удавалось заходить на пленты и ставить фугасы, тут уже играла индивидуальная часть, где-то ситуации два в одного не дожимали. И пару таких ситуаций можно как минимум вспомнить, где Сизден Бизден не доработали против одного игрока. Поэтому команде The North Stream Members здесь большой респект за то, что они поняли, что соперник начинает играть хитро. Они начали под него подстраиваться и сыграли как индивидуально, так и командно очень неплохо. Ну, а что касается команды Сизден Бизден, парни молодцы. Пытались переиграть разумом своего соперника, немного не получилось переиграть физически. Но в плане тимплея здесь вопросов вообще никаких нет. Команды Сизден Бизден делали все вместе, но, опять же, индивидуалки не хватило. Так, давай смотреть, что у нас там было по нашим замечательным ставкам. Да, и хишки еще я как раз-таки подготовился. 8-6. А мы успеем? Ну, там, ребята, вроде бы сейчас... Сейчас посмотрим. Да у нас будет минуточка, я полагаю. Сейчас мы быстренько прям совсем посмотрим. А, они тут еще дочеркивают Q. Черк. Да, ребята черкают. На, тогда хастай тебе пока что. А я посмотрю ставку 8-6, да? Да. 8-6. Пользуйся на разуме. Да-да-да. Смотрю, если... Это карта на этом. А где общий матч-то? Так, это не тот. Вот, общий матч. Это тоже не тот. Вот. 8-6 на команду The North Stream Members. Воп-воп. Жду в личку. Скорее, учетные записи не забудь. Ну и что, поехали? Давай сейчас проверим. Можешь закрыть все слоты, чтобы... А ты наблюдачный игрок. А, да, тоже наверно. А ты слоты закрой. Сейчас быстренько проверим. Кстати, там по картам, ребята, пока я вижу песчанка КТ и метаун КТ будет. Сначала начинают Дарккорсы, песчанку и метаун продолжать пейнштормы. Текс. Кабижем. Осинца какая маленькая. Ладно, пусть пойдет. Сейчас. Но вообще задумка этого была такова. Что бомба, если ставится в закрытую, то сначала попробовать, во-первых, вот эту стишку туда поставить. Ее, кажется, можно забросить. И что более тяжело, это вот туда забросить. Не умеешь, чтобы что-то не хочется. Давай. Сейчас, подожди. Ты... Ты хотел... Ты думаешь, она прямо под этот залетит? Так ее вот так вот не видно будет. То есть сидит бомба. Сидит человек, минирует. Вот. И ты просто стишку взрываешь. При том, что бомба в закрытую, он типа может... Вот так вот, конечно, сядет, но вроде стишка его тоже должна задевать. Сейчас. Бомба... Убей меня, Гарри. Отойди только. Стой, у меня Ка-5. На тебе, СК-5, просто салага. Сделал, как на раз-два. Не с первого раза, ну, ладно. Может, тоже попробовать поставить, как-нибудь туда закинуть. А я не активировал, ты же сказал, не надо. Ну, хорошо. Ну, хочешь, давай перезайдем, я активирую. Я купил просто за, сколько, за 7-200, накопил, в итоге настрелял. Говорю, хочешь, перезайдем, я активирую. Ну, смотри сам. Ну, мне без разницы, я готов. Мне кажется, она под текстурку залетела. Да, залетела, дековато, кажется. Просто швырнул. Ну-ка, блин. Сейчас отойди немножечко, я вот эту зарублю. А вторая еще живая. Вот сядь как-нибудь вот так вот. Ну, блин. Ну, бомба обычно вот сюда куда-то ставят. Давай я сюда еще одну, давай. Бэйнкс. Сейчас мне тоже сюда надо погибнуть. Но надо пиксель какой-то вымереть точный, как кидать эту сишку. Ну да, тут тоже. Я говорю, я не с первого раза у меня получилось. Ну, это можно легко натренировать, по идее, при желании. Убей меня. Но опять же, кажется, что здесь сантиметром левее сядешь, и она может не задеть вполне. Единственное, почему она не заденет, это, наверное, если строго к правому ящику в угол как-то сядешь. Ну да, вот я про это тебе и говорю. Ну вот сейчас поэтому можно попробовать, конечно. Но тут ребята больше самим, наверное, надо вам зайти, посмотреть, потренироваться, время потратить на это. То есть в теории можно. Я туда залетал, говорю, показывал, что там есть свободное место, но... Нет. Нет. У-у-у. Ну сложно, но мне кажется, можно, но очень сложно. Прям должен быть какой-нибудь дикий-дикий пиксель. Ты что-то там делаешь, да? Я уже смотрел. Эх, ты затеет. Эх, ты думал. Так, там заставками, по-моему, пришли. Заставками. Так, мы, если что... Комнату сделали. Все, ладно, последний раз пробуем. Так, ну если что, туда можно, получается, закидывать. Кстати, можно даже, ребят, ну ладно, чтобы угол был больше, по идее, вот сюда куда-то закидывать. Чтобы вот, вот так вот было. То есть он не взорвет, только вот, наверное, можем... Да и тост должен задеть. То есть вот сюда он бросает. Ну, если не хотите сюда бросать, то пробуйте туда, ладно. Так. Ай. Нет. Ну, близко, близко. Но, кажется, можно тренироваться. В общем, я говорю, рабочая, походу, сишка, это будет вот сюда вот бросать. Чтобы угол был шире. Да. И он, вот только вот такой край. Да и тот даже, кажется, короче, вы увидели. Мне вот нрався, серьезно. Никто такие сишки еще не делал. Но они, опять же, как мы говорили, они могут здесь подвести вас в плане... Если соперник там сядет сантиметром левее, правее, может, урон не пройдет. Да. Так, ну что, мы уже заходим в лобби. И если у тебя все, то мы будем переходить на музыкальную паузу. И скоро... Да, да, все. Включимся. Да, ребята, не скучаем. Скоро придем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!